День Победы День Победы День Победы Гораздо важнее, чем, или, может быть, сильнее, чем получить подобную информацию из кинофильма или из интернета. У нас на территории Смоленской области действует 71 поисковый отряд. Каждый год мы поднимаем 3-3,5 тысячи солдат. База общероссийская, которая создана по всем участникам Великой Отечественной войны, она помогает? База ОБД «Мемориал» – это за последние годы самое высочайшее достижение в вопросах увековечения памяти погибших защитников Отечества. И подвиг народа сейчас тоже очень важно. Конечно, государство тоже будет стараться делать все, что от нас зависит для сохранения памяти о Великой Отечественной войне. Не менее важно, конечно, помогать и в быту ветеранам, и по медицине. И такая работа по государственной линии будет продолжена, и мы будем это делать. Задача правительства, естественно, достигнуть тех показателей, которые установлены в указах, ну и, по сути, двигаться дальше. Понятно, что оценки могут быть разные. Но самое главное, просто мне на что хотелось бы обратить внимание, чтобы все эти оценки все-таки давались, исходя из сформировавшейся экономической ситуации, а не стерильных подходов, как это иногда мы слышим из уст наших коллег, которые берут какую-то такую абстрактную модель и предлагают в этой модели нам работать. Те финансовые и экономические ограничения, которые сформировались в экономике страны, они действительно никуда не ушли. Мы вынуждены их учитывать. Хотя и в этих условиях все-таки за последние годы реализация указов приобрела масштабный характер. И были достигнуты те цифры, о которых сказал Владимир Владимирович. Естественно, работа над всеми проблемами должна быть продолжена. Правительство это понимает и осознает. Сконцентрируемся на Дальнем Востоке, где сейчас действует 16 торов. Из федерального бюджета на развитие инфраструктуры торов в регионы направляются немалые средства. Мы уже вложили порядка 4,5 миллиардов рублей. На ближайшие годы предусмотрено еще 30 миллиардов. Ну и еще около 20 миллиардов будут направлены за счет регионов. На эти деньги мы строим дороги, сети, коммунальную инфраструктуру, решаем целый ряд других задач. Налоговые преференции весьма существенны по сравнению с общим порядком. Все, что строится при поддержке государства, должно строиться на долгосрочную перспективу и опираться на четкие планы развития территорий. Конечно, мы должны укрепить доверие инвесторов. На сегодняшний день запущены первые 17 предприятий в торах. До конца года планируется запуск 44 новых предприятий и вложение 137 миллиардов рублей инвестиций. Результаты политики создания торов в регионах уже видны. Мы, конечно, ожидаем, что эта динамика будет нарастать. Продолжение следует...